Стратегическое событие для Котласа и Котлашан это присоединение к городу со стороны Вычигодского земель Котласского района. С этого начал отчет градоначальник. Почему? Потому что у поселка не было территории развития. Он ограничен с одной стороны рекой, с другой стороны железной дорогой, а там уже территории границы заканчивались. Жизнь на месте не стоит, надо развиваться, строиться. Плюс сейчас по закону мы обязаны предоставлять безвозмездно многодетным семьям земельные участки. Поэтому мы провели очень большую работу. Второй приоритетный блок вопросов связан с благоустройством города. На ремонт дорог и тротуаров ежегодно тратится от 40 до 45 миллионов рублей. Стараемся организовать эту работу таким образом, чтобы уже в первые теплые дни, то есть если раньше к работам приступали где-то в конце мая, дороги ремонтировали, то сейчас мы уже настроили работу таким образом, что как только погодные условия позволяют ложить асфальт, сразу же мы приступаем к работам. Благодаря такому подходу к началу лета все основные проблемные участки дорог уже приведены в порядок. Серьезное достижение для Котласа за последние два с половиной года – это новая современная дорога на 70 лет октября. В настоящее время завершается разработка проекта по строительству дороги Наушинского. Работы там обязательно начнутся, пообещал Андрей Бральни. Также последовательно, хотя и не в том объеме, в котором хотелось бы, администрация организует ремонты дворов. К сожалению, средств на это не так много выделяется, но сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что уже сами жители домов выходят с предложением о том, что мы готовы обеспечиться финансированием, и мы, конечно же, стараемся идти навстречу таким инициативным жителям и выделяем денежки из местного бюджета. Меняется облик города к лучшему благодаря установке современных автобусных павильонов, урн и скамеек. Кстати, ставить скамейки стали после полученного три года назад предложения от ветеранов. Поначалу, честно говоря, даже опасения были, что там сломают, там разукрасят и так далее. Но, знаете, вот все-таки как-то культура стала меняться, скамейки стоят, вроде больших жалоб нет, что там кто-то шумит по ночам на них. Второй год администрация реализует новый проект по благоустройству под говорящим названием «Цветущий город». Опыт прошлого лета показал, как могут расцвести улицы и дворы Котласа благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и горожан. Наступающий летний сезон должен стать еще живописнее. Сильно продвинулась местная власть за два с половиной года с решением проблемы очередности в детские сады. Невозможность попасть в сад по обычной очереди заставляла людей обращаться в суд и выстраиваться уже в очередь по судебным решениям. За неисполнение последних городская администрация несла административную ответственность. Например, в 2014 году из муниципального бюджета в федеральный в виде штрафов было уплачено около трех миллионов рублей. Мы активно участвовали в реализации федеральной целевой программы развития дошкольного образования. В результате нам удалось привлечь средства федерального и областного бюджета. И в 2014 году была закончена реконструкция и мы ввели в нашем существующем здании на 80 мест поселке Вычегодский детский сад. В прошлом году, к первому сентября, мы запустили впервые за последние 25 лет в нашем городе новый с нуля детский сад на улице Портовиков. Третье дошкольное учреждение было открыто в кратчайшие сроки к 1 апреля 2016 года на месте бывшего дома ребенка. Таким образом, дети трех лет и старше теперь полностью организованы. Сейчас мы приближаемся к двухлетнему возрасту, отметил Андрей Бральнин. Огромное внимание власти уделяет созданию условий для развития спорта. С 2014 ежегодно выделяются средства на реконструкцию пришкольных стадионов. В среднем по миллиону рублей мы выделяем для того, чтобы привести нашу спортивную базу в порядок. И, вы знаете, эффект очень большой, потому что, во-первых, школы расположены во всех микрорайонах. Помимо самих детей, которые учатся в этих школах, на эти стадионы еще приходят и жители прилегающих территорий. И вы, наверное, сами наблюдаете, сколько сегодня людей занимается спортом. С привлечением областных средств построена универсальная спортивная площадка у 7-й школы. А к 1 августа этого года у 18-й школы откроется физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На его установку деньги получены уже из федерального бюджета. Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы выкупить еще здание спортивного зала напротив перинатального центра, открытого спорткомплекса, а также принципиальное решение принято о выделении также федеральных средств на строительство большого футбольного поля на стадионе «Салют». Котлас продолжает участие в областной целевой программе газификации. Остается лидером в Архангельской области по жилищному строительству. Так, в 2014 году было сдано 39,5 тысяч квадратных метров жилья. В 2015 уже 67,7 тысяч. По итогам этого года, несмотря на спад спроса, планируется сдача 60 тысяч квадратов. Со стороны администрации мы делаем все для того, чтобы этот рынок поддержать. Мы выставляем на аукционы участки для того, чтобы строительство в нашем городе развивалось. Для удержания в городе молодых специалистов, занятых в бюджетной сфере, в прошлом году работникам образования, здравоохранения, культуры была предоставлена 21 служебная квартира. Ежегодно в муниципальном бюджете закладываются средства на ремонт жилья ветеранов. В соответствии с указом президента у нас полностью выполнены и обеспечены жильем все ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, все категории, которым полагалось такое жилье. Реестр аварийного жилья, составленный до 1 января 2012 года, в Котласе закрыт. То есть расселены все дома, подлежащие сносу, по данным на тот период. На сегодня составлен новый реестр, в нем уже более 40 ветхих строений, которые также требуют скорейшего расселения. Но пока работать по ним невозможно. Федеральный центр не финансирует расселение аварийного жилья, попавшего в реестр после 1 января 2012 года. Поэтому администрация города, областные депутаты от Котласа обращаются на областной и федеральный уровень с предложением открыть финансирование программы переселения с учетом реестров, составленных после 1 января 2012 года. За прошедшие 2,5 года полностью закрыта проблема некачественного теплоснабжения микрорайонов Котласа, ДОКа и Лиминды. На ДОКе частный инвестор Андрей Палкин построил новую котельную. Она обеспечивает бесперебойное отопление жилого сектора и социальных объектов. В Лиминде прошлым летом силами муниципального предприятия ОКТС был реализован глобальный проект по замене теплосетей и переключению потребителей на муниципальную котельную. Прошедшая зима показала, что тепло и горячая вода в дома лиминцев теперь стабильно поступают. В завершение отчета Андрей Бральнин поблагодарил ветеранов за активную позицию и помощь в реализации совместного проекта по установке в Котласе памятника детям войны и труженикам тыла. Именно благодаря вашей инициативе настойчивости мы вместе построили монумент детям войны и труженикам тыла. Это вообще дорогого стоит. В проекте участвовали и средства жителей города, предприятий, местного бюджета. И вот вместе нам удалось реализовать этот проект. Продолжение следует...